Среди гостей форума «Деревня Душа России» был и первый заместитель министра России по делам Северного Кавказа. Во время своего визита в Дербент Одесс-Байсултанов провел совещание по вопросу строительства в городе Набережной. Участие в нем принял и председатель правительства Дагестана Абдусан Адгамидов. Детали разговора в материале наших корреспондентов. Открывая совещание, Одесс-Байсултанов отметил, проект строительства Набережной является знаковым не только для жителей Дербента, но и для всей республики. Минкавказ России и правительство республики будет проводить еженедельный контроль над выполнением работ. Мы обязаны этот проект сделать не просто сделать, а очень качественно, со многими знаками плюс, именно не выходя за график Самаяра. То есть 30-го числа этого года мы Набережной должны сдать. Иначе, короче говоря, у нас будут достаточно большие имиджевые потери. В свою очередь, премьер-министр Абдусан Адгамидов сообщил, все необходимые заключения государственной экспертизы по этому проекту получены и уже объявлены о проведении конкурса. Проект будет реализован в установленные сроки. Наши задачи, которые мы ставим перестроителем, вот есть так называемый календарный график производства работ на объект. Здесь все расписано с сентября по декабрь месяц. Поэтому сегодня персональную ответственность несет руководитель, который, он опытный строитель, обсудив с ним неоднократно, в эти сроки вот эту набережную можно построить, можно сдать. В ходе встречи были рассмотрены и вопросы, касающиеся сроков реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, а также второго корпуса 15-й школы, реконструкция которой проводилась в рамках подготовки к юбилею Дербента к 2000-летию. Напомним, эти мероприятия были продлены президентом России Владимиром Путином до 2018 года. 15-ю школу, корпус 2 со спортивным залом, пешеблоком, там гардеробная и все остальное, его физически сдали. Улицу приводят порядок, 1 сентября эта школа будет функционировать на 100%. Современная, красивая школа. Другой объект, детский садик, тоже в рамках. Детский садик готов, 1 сентября мы его официально открываем. Потом, объездная дорога, когда мы заезжаем со стороны Махачкалы, это тоже вопрос ставился населением города Дербента, так, одной из как значимых проблем. Поэтому проект на смертную дополнительность наши организации «Автодор» закончили и планируем ему в 17-м, в 18-м. Объект очень дорогой, там почти миллиард рублей. Также Одессбайсултанов и Абдусамадгамидов лично посетили набережную Дербента, ознакомившись со схемой строительства. По плану здесь будут созданы спасательные станции. Подпорная стена протяженностью 860 метров с тремя смотровыми площадками. Велосипедные и пешеходные дорожки, спортивные и детские зоны. Общая площадь набережной составит более 8,5 гектара, протяженностью около 800 метров. Абдурахим Белалавдаганай, Ибрагим Магомедов. Время новостей. Дербент.